Здравствуйте, я Мария Киселева, обсудим новости последней недели. Здоровье москвичей внушает оптимизм, несмотря на пандемию. Столичный Роспотребнадзор опубликовал статистику. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом рекордно низкий, на 60% ниже расчетного порога. И лучше всего ситуация с детьми. Среди ребят от 3 до 6 лет заболеваемость на 85% ниже условно-плановой. Благодарить стоит удачную кампанию по вакцинации против гриппа. Почти 7,5 миллионов жителей нашего города сделали прививку от гриппа. Ну и, конечно, сыграли свою роль те условия, в которых мы живем с вами сегодня в период пандемии. Мы спасаемся от коронавируса, и все эти средства помогают в том числе защититься от ОРВИ и от гриппа. Важная информация. В единый день голосования в сентябре 2021 году все москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах депутатов в Государственную Думу. А также в двух округах Москвы пройдут до выборы в Московскую Городскую Думу. Некоторые районы нашего города уже имели возможность протестировать данный способ голосования. По результатам стало понятно, что это возможно, это удобно, это прозрачно. Еще раз напоминаю, что все смогут это сделать онлайн, естественно, при вашем желании. Это ваш выбор. Вы можете прийти на участок и взять бюллетень, а можете остаться со своим любимым смартфоном и проголосовать прямо оттуда. Ваш выбор, но самое главное, что ваше волеизъявление останется таким, каким решили вы. Москва отказывается еще от одной антикоронавирусной меры. Как вы знаете, с марта прошлого года передние двери в общественном транспорте, автобусах и троллейбусах были закрыты. Кабина водителя была отгорожена специальной лентой. Теперь ленты сняты, дверь открыта. Единственное, что пока будет нельзя, это купить билет у водителя. Но это уже будет следующий шаг. Дождемся, надеюсь, что он будет скоро. В районе Черкизова в начале мая планируется открыть железнодорожный вокзал «Восточный». Оттуда будут направляться скоростные поезда в Нижний Новгород, Иваново и по другим направлениям. В будущем этот вокзал разгрузит Курский и будет использоваться для поездов МЦД-3. Так что у москвичей появится новая возможность выбирать маршрут. Более быстрый, более спокойный и не нужно будет делать лишних крюков. У любителей кататься на горных лыжах и сноуборде скоро будет еще меньше поводов покидать зимой Москву. К следующей зиме на Воробьевых горах планируют построить три новых горнолыжных спуска. Высота 40 метров. Это будет интересно не только любителям, но и профессионалам. Также появится трамплин для сноуборда и даже, внимание, санная трасса. На самом деле это очень актуально. Этот горнолыжный комплекс знаком москвичам. Еще в 80-е годы прошлого века там можно было кататься на лыжах. Но, конечно же, инфраструктура устарела. И после реконструкции этот горнолыжный комплекс, обновленный, современный, станет продолжением наших спортивных лужников. Хорошая новость для всех любителей чтения. В скором будущем известная Российская государственная библиотека, народе которой называют Ленинка, будет самой крупной на планете. Без преувеличения 200 миллионов книг, журналов, диссертаций и документов будет храниться именно там. Это произойдет после передачи функции библиотеки Российской книжной палаты. Так удастся создать крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд. В объединенной системе будут фиксироваться абсолютно все печатные издания нашей страны. Думаю, о Ленинской библиотеке знает каждый москвич. И даже если кто-то из вас там не был, обязательно видел это в каких-то фильмах, документальных или художественных. Теперь у вас, наверное, появится еще больше желания заглянуть туда и посмотреть, а как же будет выглядеть самая крупнейшая библиотека на Земле. Друзья мои, ну и под конец, как обычно, про животных. В московском зоопарке недавно родился кудрявый пеликан. Да, такие существуют, и у этого птенца есть родители, а птенец весит уже 700 грамм. Он еще пока не встает на собственные ножки, а кудри, за которые, собственно, он имеет свое название, появятся только к трем годам. То, что они у нас есть в московском зоопарке, это уже достижение, а то, что они у нас размножаются, это просто на самом деле победа. Специалисты говорят, что добиться этого совсем непросто. Нам пора с вами в московский зоопарк. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал.